Всем привет, девочки! Это видео, наверное, ждала даже больше я, хотя запросов на такой формат было очень много. Видео о базовом гардеробе от Настюшки, это мой вариант. Я собрала список вещей, которые для меня являются супер базовыми. Если бы мне сказали оставить 15 или 10 вещей в гардеробе, я выбрала бы эти модели, скажем так, вещей. Я сюда не включала верхнюю одежду, какие-то аксессуары. Что касается одежды, я здесь вывесила на рейле свои вещи. Также будут ставки из магазинов, чтобы я вам показала, что можно сейчас купить актуального в масс-маркете. Так что давайте начнем, надеюсь, вам будет полезно. Погнали! Начинаю, пожалуй, с самой, наверное, ненужной для себя вещи. Очень странно начинается с ненужных вещей, но, в общем, это категория платьев. И в моем видео вы не увидите маленькое черное платье или красное какое-то платье на выход. Я покажу вам варианты, которые я считаю базовыми и реально подходящими всем. Во-первых, я очень советую приобрести и иметь в гардеробе одно платье-комбинацию. Не обязательно шелковые, потому что они слишком тоненькие. На не суперидеальной фигуре именно тонкие шелковые материалы на платьях-комбинации будут нехорошо работать. Плотный атлас, вот такой плотный струящийся материал, который не облегает фигуру, он свободный. Но при этом это платье будет как повседневное, спокойно, можно сверху с футболкой, с рубашкой повязать прямо вот так вот на груди, поясом, с жакетами, с джинсовками. Можно под платье надеть футболку белую, платье сверху, и получается такой кайжул образ с кедами. Просто универсальнейшая модель. Конкретно это в таком вот золотисто-бронзовом цвете. Я взяла его для Италии, в который мы поедем на мой день рождения, надеюсь. Оно, конечно же, шикарное будет на вечерном мероприятии, на свадьбу, на выпускной, на работу, на корпоратив. Это не банальный вариант, это не какое-то обычное красное платье, которое все покупают себе на выход. Это будет очень красиво. Опять же, подберите себе по оттенку подходящую, я бы посоветовала. Либо черный, либо белый молочный такой аверый оттенок. Или вот такой вот золотистый, будет смотреться просто шикарно. Следующее, что из платьев просто для меня является базой, это джинсовое платье. В идеале, либо темно-синего цвета, либо темно-серового такого. Оно подойдет на практически любую фигуру. Если у вас немало лишнего веса, животик, какие-то складочки тут на талии, вы не любите и не можете носить обтягивающее платье, джинсовое платье с правильными прострочками, вот такими вот на спине, корсетными, оно вам смоделирует фигуру. Джинса плотная должна быть, обязательно грубая, более такой силуэтный, красивый. У меня длина мини, можно чуть-чуть подлиннее, но все равно, чтобы она была выше колена. Оно классно будет смотреться и на свидании, и на знакомстве с родителями вашего парня. Можно надеть его с кроссовками, можно с ботфортами без каблука обязательно. Вообще ботфорты на каблуке это такая узкая тематика, потому что практически любой образ может немножечко пошлить, поэтому купите себе тоже, кстати говоря, как базу, желательно замшевые ботфорты без каблука. С грубыми ботинками, с босоножками, с туфельками летом, в общем, кстати говоря, практически все вещи это либо топ-топ, либо зара. Зару я просто обожаю, раньше не любила, но в последнее время нахожу именно там хорошие, качественные, стильные, красивые вещи. Если говорить о платье на лето, то я бы предложила вам вот такой вариант. Это платье в стиле сафари, крупными карманами, подобные фасоны, они, опять же, хорошо смотрятся и на супер худеньких девушках, полненьких, обалденно смотрятся. Если у вас маленькая грудь, карманы побольше здесь, если у вас большая грудь, карманы поменьше или вообще их отсутствие, я бы рекомендовала взять либо в белоснежном цвете, это может быть хлопок или лен, или вот такой вот светло-бежевый цвет, просто потрясающий. Это платьишко у меня топ-топ студия, размер S-ку я беру, что мне нравится конкретно в этой модели. И также в джинсовом платье то, что они не супер такие девчачьи, потому что это не мой стиль, я не люблю супер девчачьи платьишки, крайне редко их могу надеть. Это платье, оно такое, знаете, просто casual, оно каждый день и с любой обувью, опять же, очень круто. Если вы тоже не девочка-девочка, не любите все розовое, ванильное, то это платье для вас. Девчонки, немножечко отойдут от темы видео. Вот такая сумка-багет по форме, сейчас самая трендовая, самая актуальная. Увидела в Заре, просто в нереальном оттенке. Так что, если вы искали, вот, 3000 рублей. Она реально очень крутая. Смотрите, с любым образом просто. Цвет потрясающий. Не обязательно, но можно иметь в гардеробе одно платье, шифоновое, легкое, летящее, с каким-нибудь таким вот аляпистым принтом. Выбирайте, важно, подходящие принты для вас, мелкий или крупный какой-то принт, расцветку, чтобы прям вот именно вам идеально подходило по цвету, по расцветке, по длине. Но такое платье, оно довольно-таки универсальное, потому что, опять же, с кожанкой, осенью, с теплыми колготками, зимой, с ботфортами, с жакетом любым, с джинсовкой летом, весной. И осенью, и весной, и летом, и зимой это платье, вот именно этой расцветке будет смотреться уместно. Но я бы в своем гардеробе одно такое платье точно имела бы. У меня, как обычно, все тут срывается, и звук не записывается как нужно. Сейчас камера настроится немножечко. Теперь давайте пройдемся по верху. Это футболки, топы, рубашки. Опять же, самая база, я думаю, для всех не будет удивлением, это белая футболка. Но белая футболка не ту, которую мы носили в школе, знаете, на физру, такая в обтяжку, суперспортивная. А, скорее всего, это будет чуть-чуть оверсайз футболка по плечам, спущенная такая, вальяжная, свободная, широкая, чтобы мы могли трансформировать ее в любые образы, в классику под костюм, под жакет, под пиджаки, да, потому что она будет просто как база с таким аккуратным круглым брудничком, в кэжуал стиле с джинсовками, с, опять же, кожанкой, с чем угодно. Она будет широкая, свободная, чтобы можно было и по-разному подвязывать снизу, заправлять. Материал в идеале выбирайте поплотнее, чтобы он не сильно просвечивал, у меня очень хороший гладкий хлопок. Опять же, выбирайте, чтобы было качество. Так как мы сейчас собираем с вами базовый гардероб, важно, чтобы вещи были мега качественными. Да, и у меня эта футболочка от бренда Hit, из магазина Top Top, у них мега быстрая доставка всегда за два дня по Москве. Вообще отличные вещи, реально обожаю залепать на их сайте, обязательно зайдите, посмотрите, я им оставлю ссылку. Еще как базовую футболочку можно рассмотреть такой вот бежевый вариант. Кстати, у меня такая хаки есть, очень тоже классная футболка. Если говорить об украшениях, то и тут я люблю классику и базу. На примере своих украшений Sunlight я покажу вам, что бы я посоветовала купить. Во-первых, подвески капелька, ключик или крестик. Они будут самые универсальные, так как они придут под любой стиль, в том числе и спорт. Я купила себе красивую подвеску-крестик и плетеную тонкую цепочку из серебра, она очень красивая и прочная. Про цены я вообще молчу, сами посмотрите, можно очень выгодно все приобрести. Крестик сочетается абсолютно с разными образами, а также мое кольцо из классической коллекции с камнями по всему периметру, позже расскажу вам еще один лайфхак. И, конечно, сережек это гвоздики и пусеты. В идеале квадратные формы, довольно крупные, чтобы их было хорошо видно, и они подчеркивали ваши волосы и макияж. И теперь мой секрет. Купив одно крутое кольцо, вы можете носить его и на руке, и надевать на цепочку, как кулон. Особенно красиво, если камушки по всему кольцу получаются два в одном. Я обожаю такой способ, так что, если вы не знали, то напишите в комментариях, я буду рада. Я свое украшение сначала выбрала в приложении на телефоне. Оно супер простое и удобное, все украшения можно просмотреть на моделях, понять, какой у них размер, габарит изделий. И также одним нажатием добавить в избранное, для дальнейшего сравнения и определения уже с выбором, или сразу в корзину. А еще круче это резерв. По карте вы смотрите, где есть наличие ближе к вам и оформляете резерв на ваш заказ. А потом уже забираете, когда вам удобно. Я свои серьги с желтыми камнями забрала последними, их убрали с витрины специально для меня. Естественно, я еще в магазине минут на 40 задержалась. Обязательно заведите себе базу украшений на все случаи жизни. Я вам ссылку оставлю внизу в описании на приложении, так что заходите. А мы продолжаем разбор гардероба. Следующее, что у меня есть всегда, это просто обычные базовые топы на тонюсеньких бретельках. Если у вас очень грузный верх, прям большая-большая грудь, 5 с плюсом размера, вам такие лямочки не подойдут. Просто выбирайте. Такие же топы есть, со специальными такими широкими лямками. Они могут с надписями или просто обычные базовые под любой свитер надеть вниз. В общем, ну это реально базовая модель, как нижнее белье. Этот топ конкретный я покупала в Нью-Йоркере. Он там сейчас есть, и стоит что-то в районе 400 рублей. Кстати, вместо топа можно купить боди. Смотрите, в очень теме я нашла на тонких бретельках. Просто потрясающе. Стоит всего 350 рублей по скидке. Я взяла размер XS, у меня немножечко маловато. Здесь двухслойный материал, поэтому можно бить лифы спокойно носить. Вообще ничего не видно. Очень плотно прилегает. То, что у меня сейчас на рейле не висит, но это просто необходимо, это водолазки. Такие гольфики с закрытым воротничком, с открытым горлышком, круглым вырезом. В общем, обычный базовый черный или белый трикотажный такой вот джембер. Смотрите, здесь в бежке черная кофточка. Просто вот сейчас по скидке не суперкрутой, но тем не менее. У нее плотный материал. Вот обычная черная водолазка всем нужна, а можно с горлышком. Поехали дальше. Следующий пункт в нашем путешествии по базовому гардеробу это будут рубашки. То, без чего я не могу жить, потому что это реально, наверное, самая базовая вещь. Самая сексуальная, красивая, не знаю, привлекательная вещь в гардеробе и девушки, и мужчин. Это белая рубашка. Опять же, мы не берем офисные рубашки, вот такие вот приталенные по силуэту. Вот такую рубашку не надо. Она классная в офисе, если вам нужно, но на каждый день нет. Потому что она приталенная и будет, ну, в общем, очень круто и стильно смотреться. Во-первых, это анти-тренд. Во-вторых, они не смотрятся стильно, они смотрятся просто как белая рубашка в школу, там, на работу. Если выбирать как базовую, то берем не супер, конечно, с мужского плеча какую-то фэшн-рубашку. У меня есть вот такая вот белая с двумя карманами, которая очень нейтрально смотрится. Материал лиоцел, то есть это такой хлопок смешанный с чем-то на ощупь под замшу. Также рубашка должна быть плотная, чтобы она, когда вам нужно, стояла на вас, как бы так вот держала форму. Я вам здесь прикладываю картинки, как белая рубашка смотрится очень красиво. Вроде бы простые аутфиты, простые образы, нету там какого-то бренда шикарного. И просто ваши любимые джинсы, скини, мамс джинсы, рваные джинсы, шорты летом. Рубашками можно делать абсолютно разные трансформации. Мы с вами почти что подбираемся к самому интересному, но перед этим показываю вам тоже необходимую вещь, это джинсовка. Иметь джинсовку вы, конечно же, носите ее всю весну, все лето, с любыми аутфитами. Сложно представить, куда джинсовка не впишется. В моде остается многослойность. Вы можете надеть, допустим, футболку длинную, которая торчит, сверху какой-нибудь свитерочек-джемпер, джинсовку и сверху большой оверсайз-пуховик. Ну и теперь просто святая святых, это что? Конечно же джинсы. Есть разные фасоны джинсов, в принципе классики можно отнести фасон мамс джинсов, потому что они свободные, они реально подходят подо все, с лоботенами, с босоножками, в классическом стиле, с пиджаком. Просто мне не на всех девушках нравятся мамс джинсы, в принципе не все их любят, поэтому я бы выбрала все-таки не скини джинсы, которые супер в облипку идут, а средняя посадка, которые чуть-чуть где-то разбариваются, где-то свободненько сидят. У меня две пары из Зары. Заровские джинсы это просто космическая любовь. У меня светлый и в таком идеально синем цвете, классическом самом, с минимальными потертостями, на высокой талии обязательно, и вот эти потертости в правильных местах. У меня, кстати говоря, есть видео не одно про джинсы, как правильных подобрать, где покупать, я оставлю вам здесь или под видео ссылку. Еще одна серия джинс 80-е, вот такие вот скини, у них более рыхлый материал, очень мягкий, комфортный, у меня есть такие две пары. Вот джинсы в Заровске, очень крутые, high-rise скини, вот эта серия. У них потрясающие джинсы, правильные потертости, я их показывала в своем видео про джинсы. И последнее, то без чего я в своей жизни не представляю, это жакеты. Я считаю, что у каждой девушки должен быть ее идеальный жакет, в идеале в клетку, если вы выбираете просто жакеты. У меня есть два варианта в клетку, один более такой темный и в гусиную лапку, это такой зимний у меня вариант, потому что он теплый, шерстяной. Первый от бренда Nuage, очень люблю этот бренд в инстаграме, и второй более такой легкий хлопковый от бренда Hit, оба серого цвета, потому что для меня это самый универсальный оттенок, который вы надеваете, опять же, ну просто вот с чем угодно, и вы выглядите очень благородно, по-взрослому, стильно, в общем, любые прилагательные, положительные, которые можно сюда подобрать, они подошли бы. Важно отметить, чтобы вы выбирали себе жакеты без перебора с фурнитурой. Про этот жакет каждый раз, когда я его надеваю, у меня просто миллион тысяч вопросов по желанию, но это как вариант тоже на выход, и знаете, такая палочка-выручалочка, это белый жакет. Если у вас есть в гардеробе белый жакет, и вы хотите выглядеть прям вот вау, вы никогда не будете гадать, что вам надеть. Вы берете любое платье-кобинацию, любое базовое платье, надеваете сверху жакет, и, допустим, белые босоножки, просто вы настолько будете офигенно выглядеть. Вы берете ваши джинсы, вы берете футболку или черный топ, белый жакет, и посмотрите, какой классный образ получается. Сотни тысяч подборок разных блогеров фэшн можно в инстаграме видеть, именно с белыми жакетами, это реально даже гораздо более ходовая модель, и часто используемая вам его будет, потому что вписать белый жакет можно везде. Даже сейчас мне на мой комбинезон его накинуть, что я сейчас и сделаю, и уже получается, знаете, такой вечерний вариант. Можно пойти в ресторан, на свидание, на прогулку, ну или надеть его обычным образом, мне кажется, выглядит просто потрясающе. И последнее, если говорить о более теплой одежде, это, конечно же, свитер. Я бы, наверное, взяла белый обычный такой свитер с крупным воротом или с небольшим вырезом, объемный свитер такой, оверсайзный тоже, с широкими рукавами. Мне очень нравится, чтобы практически все вещи в гардеробе были плюс-минус базовые, потому что так намного проще комбинировать их между собой. Все, что я вам сейчас показала, можно так или иначе между собой скомпоновать, перемешать, и это будет смотреться хорошо, потому что нету каких-то непонятных оттенков. Ну что, я буду на этом с вами прощаться, надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным, я очень старалась. Хочу вдохновить вас, хочу вам донести, потому что для того, чтобы быть стильной и красивой, не нужно покупать все тренды последние, иногда по чуть-чуть то, что вам нравится, можете приобретать, но если у вас будет хорошая, качественная база, которая вам подходит, обязательно, чтобы именно на вас конкретная вещь сидела просто безупречно, то вы будете счастливым человеком, добавляете любые аксессуары небольшие, бюджетные. Я вас всех нежно обнимаю, жду в комментариях обязательно, пока-пока.